Мы осуществляем совместно с Гомельской епархией этот крестный ход. Людская память, она требует того, чтобы те жертвы, которые понес белорусский народ в годы Великой Отечественной войны, не прошли зря, чтобы они, глядя на нас с небес, видели, мы их помним, их дела в наших сердцах и в наших действиях. Великой Отечественной войны и обществу в целом, что государство и общество нуждается в духовной защите, воздать христианские почести погибшим воинам, защищавшим Отечество от немецко-фашистских захватчиков. Капсулы внести! Война унесла Бога. Более 20 миллионов жизней, на территориях, которые подверглись оккупации. Белорусский народ внес весомый вклад в победу. О Великой Отечественной войне в нашей стране она жива. Она объединяет поколения и вдохновляет на совершение. Служит воспитанию молодежи ответственности за будущее Родины. Мемориалы, братские могилы, олицетворяющие героическую историю. И на нас, наследников Великой Победы, возложена важнейшая миссия по сохранению этого наследства Победы и памяти о героях. Пластового военного комиссариата. Пластового военного комиссариата. Пластового военного комиссариата. Земля с мест захоронения Будокошелевского... ...земля с мест захоронения Долковского, Чечерского и Кармянского районов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждые пять лет такой проходит крестный ход, где собираются капсулы земляц без захоронения и передается на хранение. Сегодня эта эстафета пришла и в город Гомель, и эти капсулы пойдут по всей белорусской земле, наполнятся и возвратятся к нам в город Гомель и будут установлены в часовне в честь Альернецка, посвященной воинам-освободителям. То некий мудрец сказал, человек умирает дважды. Ему возразили, как? Мы знаем естественную смерть раз человека. Но он объяснил, если умирает память о человеке, второй раз умирает человек. И те, кто забывают память подвига погибших, забывают свою историю. Историю уже являются простыми, забывчивыми Ивановыми. Мирным небом не знают, что такое. Летят снаряды, рвутся гранаты, бомбы, падают мертвыми солдаты. Мы только увидим это в фильмах. И не дай Бог это увидеть на нашей земле. И вот эта память, память о павших, как раз и есть тот символ, который заставляет соблюдать всем своим желаниям, всем своим помыслам, молитвой своим мир на нашей земле. И мы сегодня благодарим наше руководство страны, благодарим всех подвиге. Это нельзя оставить на задворках истории, ибо страшные события, которые сегодня рядом с нами происходят. И не дай Бог, чтобы это свершилось, если мы забудем память о них, забудет о нас история. Давайте будем всегда памятствовать. Очень важного, духовного, насыщенного событиями исторической значимости. 80 лет назад, в 1944 году, благодаря мужу, силе народного духа белорусские земли были освобождены. Но дух народа немецко-фашистские преступники сломить не смогли. И впоследствии, во многом, именно благодаря возрождению церковной жизни, мобилизации духовных сил была одержана подвеликая победа. Христианские почести, но и напоминаем о необходимости молитвенной обороны нашей страны. О том, что патриотизм – это высокое состояние духа. Ведь по слову апостола Павла, всякое Отечество на небесах и на земле именуется от Господа, Отца нашего Иисуса Христа. Что говорит нам о глубоком сакральном значении Родины в жизни каждого человека. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok